Привет, друзья, с вами Ваймс, и это снова Path of Exile Atlas of Worlds, и я еще пару раз убил Шейпера этим персонажем, мародером своим с тотемами, ну, два раза убил Шейпера, но два это вполне пару раз, и, в общем, я это сейчас покажу, это видео с пост-комментированием по большей части, в конце я, наверное, просто в лайв-комментировании объясню, что я сделал с персонажем, ну, а пока что просто два забега на Шейпера, с какими-то моими комментариями о том, как его проще убивать, что я делаю правильно, что я сделал с персонажем, что я делаю неправильно и все тому подобное. Ну и основное, что я поменял в персонаже, основное, что помогает на Шейпере, по крайней мере, что я поменял в персонаже, это я взял ауру Пьюрити оф Айс, как она просто называется, спасение от льда или что-то тому подобное, в общем, аура, которая повышает ледяной резист, потому что большая часть всего опасного на Шейпере это ледяной урон, и это моя первая потеря портала, потому что, да, рандомный дисконнект, лаги и все там подобное, это ускорено в четыре раза, то, что сейчас происходит, фриз, он на деле занял примерно минуту, ну, не на деле он занял тоже примерно минуту, но на этом видео он занял немножко меньше, в общем, да, рандомные вылеты, рандомные фризы и прочая подобная хрень приводят к потере порталов, я вырезал пробежку назад, ну, в общем, да, спасение от льда или что-то подобное помогает, потому что атаки Шейпера ледяные в основном, и, кстати, да, мне в первый раз повезло, что у меня прокнуло пророчество на то, что на всех боссах будет призрак, к сожалению или к счастью, на самого Шейпера это не работает только на четырех боссов в начале, то есть это доминус и, ну, там не обязательно доминус, в общем, вот эти четыре босса по углам они с призраками у меня были сам Шейпер и его боссы, которым он кидает два раза за бой, были без призраков, наверное, Шейпер с призраком был бы веселым и непроходимым но так тоже достаточно весело в общем, да, Шейперовские атаки многие наносят ледяной урон, в частности, Вортексы, которые он оставляет по всей арене, они наносят ледяной урон, и мои тотемы от них мгновенно умирали, и поэтому Пьюрити оф Айс делает тотемы намного более живучими в этом бою то есть тотемы не то, что прямо делают один удар и дохнут, а они какое-то время стоят в этих Вортексах что полезно ну и кроме этого, я сам тоже могу немножко дольше в Вортексах стоять, потому что мой резист повышен но, правда, для того, чтобы включить этот Пьюрити оф Айс, мне пришлось выключить Хейтрид ну или я мог бы выключить Кварити и Геральд оф Эш, но с Кварити как-то приятнее так что ДПС мой немножко упал ну и немножко, это тысяч так на 30 но, тем не менее, как бы тотемы, которые умирают после одного удара, они все равно не ДПСят, так что на деле мой ДПС вырос на самом Шейпере но не на вот этих вот мини-боссах ну и, в принципе, да, на всем остальном мой ДПС, по сути, либо вырос, либо не сильно изменился потому что, когда мои тотемы убивают треши, к которым меня Шейпер кидает с одного удара там, неважно, сколько у меня в подсказке ДПСа они и так, и так убивают все с одного удара ну, третьим боссом был этот чувак который совершенно не опасен даже с призраком но немножко достает тем, что с призраком он быстрый поэтому он циклонится по всей арене, как наркоман Мервилу, естественно, тоже она была немножко опасна за счет призрака но сама по себе довольно легкая и четвертым моим боссом будет тоже что-то достаточно легкое я собираю всяких вам по пути и выкидываю его, когда он не нужен этот шлем вроде бы более-менее там много, много у ворота приличной жизни, один резист хороший и, по-моему, кольцо, которое сейчас у меня в инвентаре тоже достаточно неплохое я не помню уже, это было пару часов назад эти перчатки, окей и кольцо, да, много жизни, один резист, мандриген сойдет, продать можно на весь этот бой я оставлял на тотемах конк эффект то есть на всю карту шейпера я не переставлял его можно переставлять, когда он на свои карты с трэшем меня закидывает но мне лень было терять время да, здесь боссом является шок энд хоррор в данной ситуации немножко опасно, но не критично и с таким безумным ДПСом с тотемов там почти ничего не критично и вот пророчество выполнилось так что на всех остальных боссах не будет призрака к сожалению, или к счастью, опять же я не думаю, что я мог бы убить шейпера под призраком три резиста, но без жизни это вообще ничего, кроме кучи эвэйджена сейчас я остальное тоже рассмотрю и повыкидываю портал я здесь поставил, потому что я его там случайно переставил все, по сути, хрень, ничего интересного в этих шмотках нет и в этой тоже ну и сам шейпер с самим шейпером я немножко изменил свою тактику я теперь просто бегаю от его этих шаров, которые создают вортексы до последнего, то есть я касаюсь этих шаров только если начинается фаза с его ну, где около зана нужно стоять или если они в каком-то очень удачном месте то есть если мне удается его коснуться так, что это совсем на самом краю арены, где мне точно не нужно будет находиться никогда то я это делаю но все-таки большую часть боя я просто бегаю от этих шариков потому что дамажить я все равно могу а так безопаснее в обоих моих битвах, по-моему, с шейпером у меня были не особенно удачные моменты в плане рандома вы увидите, там пара забавных вещей происходит но пока что все достаточно хорошо и мои тотемы его достаточно неплохо дамажат здесь вот я случайно коснулся этого шара но это, в принципе, не критично в первой фазе вообще он, по-моему, не включает свою... свой безумный буллет-хелл в первой фазе вообще или включает, но редко в общем тут не должно быть особо проблем даже если эти шарики где-нибудь там посередине арены ворта, кстати, повешу ну и первая фаза готова он меня утелепортирует сейчас и там, куда он меня утелепортирует всегда нужно просто бежать в правый верхний угол так что я просто бегу в правый верхний угол и я набираю души на вальские скиллы заодно то есть это основное предназначение этой локации я мог бы, конечно, бежать мимо всего щилд-чарджем но я все-таки хочу вальский хейст на шейпера и я, в принципе, хочу вальский лайкинг трап не на шейпера, а на вот этих вот мини-боссов на этих локациях я, правда, не сразу понял, что я его хочу сюда так что на первом мини-боссе я не использовал вальский лайкинг трап но, по сути, сам шейпер эмунинг к шоку так что против него лайкинг трап бесполезен но зато мини-босс, который здесь он не эмунинг к шоку так что он намного быстрее убивается под вальсом лайкинг трап Тем более он не мобильный, так что он, по сути, стоит на одном месте, так что Локинг Трап еще полезнее. Ну, я просто иду телепортами, где возможно, и пытаюсь добраться до правого верхнего угла. Эти локации тоже бывают разными и может не повезти, как будет, по-моему, то ли во второй локации здесь, то ли во втором бою, я не помню, но будет, в общем, одна неудачная такая локация. Ну, пока что это просто зачистка всякого трэша. Этот чувак тоже дамажит в основном льдом, так что сейчас мои тотемы, во-первых, переживают его эпичный удар, вот этот вот, и потом еще могут какое-то долгое время в его вортексе стоять и бить его. Но также этот чувак, как бы, интересен тем, что на нем стоит экономить бутылки, потому что за него дают не очень много, а после него сразу шейпер, на которого бутылки полезнее применять, чем на этого бомжа. Ну и по сравнению, конечно, с тем, что было, когда я в прошлый раз пытался убивать шейпера, когда мои тотемы в этом вортексе успевали, по-моему, один раз ударить. Так намного приятнее с аурой на защиту от льда. Потому что жизни у тотемов хватает, у них просто проблема в резистах, обычно, в плане элементального урона. И эта аура решает эту проблему в резистах. Я, возможно, думаю даже на обычные карты брать с собой, по крайней мере, ауру на защиту от всех элементов. И включать ее, если какой-то особый элементальный босс. Вторая фаза уже немножко интереснее, первое, что делает этот слэм. От него нужно просто утелепортироваться, или уехать шилдчарджем, или еще что-нибудь сделать, когда он появляется уже. Ну и да, тот факт, что здесь может заспавниться этот шар с вортексом во время этой фазы, это не очень хорошо. И тот факт, что меня убило его буллетхелом, хотя я не добежал до этого шарика, это тоже не очень хорошо. То есть вы видели, от меня было там еще полметра до шара, все равно убило, у них хитбокс не совсем соответствует тому, где они визуально. Или, по крайней мере, не всегда соответствуют. И этот вортекс раскрылся об мой труп, что тоже не очень хорошо. Ну и раз уж здесь есть один раскрытый вортекс, то я остальные буду раскрывать в этом углу. Лазер, не проблема. И в этой фазе я, по-моему, эти вортексы достаточно активно раскрывал. Хотя это, опять же, не нужно, можно просто убегать от них. Постоянно. Меня немножко напрягает тот факт, что он может свой эпичный удар с телепортом сделать на мой тотем. Я уверен, что когда-нибудь это меня убьет, хотя... В тех двух боях, которые я сегодня показываю, этого вроде бы не случалось. Ну, хотя можно просто запомнить, что всегда нужно чарджиться от тотемов. Тогда я не попадал ни под его чардж, ни под его чардж, который... Ну, в смысле, ни под его удар, который в меня нацелен, ни в тотема. Я не уверен, когда лучший момент для включения вальского хилиста. Наверное, когда он лазер делает. Потому что во всех остальных ситуациях он может что-нибудь другое начать делать быстро. Например, вот это. Сейчас он, конечно, лазер делал, но я поздно слишком подбежал. Да, этот шарик прямо на мне заспаунился, так что я не мог особо ничего сделать. Так что я остальные там раскрыл. В принципе, эта фаза Шейпера почти закончена. Так что мне недолго нужно от него убегать. И опять же, шарик с Вортиксом одновременно с этой фазой с Буллит Хеллом... Нехорошо. Я удивлен, что меня здесь ничем не зацепило. Никаким кривым хитбоксом. Ну, повезло, наверное. Еще лазер. Вортекс я раскрою там. Сейчас он в меня, естественно, атакует. Мне стоит постоянно держать активными бутылки, когда у меня... Ну, в смысле, всегда их включать по кудоуну. Я это не так уж правильно делаю. Но это не критично. Еще одна фаза. Не, это еще нормально. То есть, в следующем бою все-таки будет момент, когда мне не повезло с рандомом. В плане этой локации. Ну, я объясню это и... Почему не повезло с рандомом. Ну, это, в принципе, и так видно будет. Здесь, в данный момент, тюрьма. Ничего особенно проблемного. Враги не очень приятные, но... Что поделать. Тут всегда враги не очень приятные. Тут во всей игре, по-моему, всегда враги не очень приятные. Опять же, просто бежать в правый верхний угол. Решает все проблемы. В этой локации. Второй босс здесь немножко пострашнее, чем на первой перефазе шейпера. Но все равно с аурой на резист к льду. Он тоже в разы легче, чем он до этого был. Ну, естественно, аура на резист к льду, она помогает только потому, что я тотемист. То есть, если бы я был каким-нибудь лучником, то мне не нужна была эта аура. Нужна бы была. Потому что я бы просто уворачивался от всего и стрелял. Так, проблема в том, что он тотема очень быстро убивает без этой ауры. Ну, и он, и шейпер, и вообще все. Вот здесь я уже начал кидать в него электроловушки. И они повышают урон по нему в полтора раза. Что приятно. На самом деле, чуть меньше, потому что у меня тотемы повышают урон по врагам, которые рядом с ним. И процент повышения урона от тотемов и от шока должен суммироваться. То есть, на деле, получается, не... Там... Не тотема дает плюс 10 процентов. И шок дает еще плюс 50 от того, что получилось. А на деле, получается, всего лишь плюс 60 от базового. Или что-то подобное. Ну, здесь я могу вполне спокойно танковать большую часть его попаданий. Если я не стою под этим вот его эпичным слаймом. Так что, в целом, все окей. А мои тотемы могут танковать вообще что угодно практически. Просто это довольно долгий бой, потому что у босса много жизни. И тотемы все-таки умирают, даже несмотря на резисты. И из резистов они умирали бы в три раза быстрее. Ну, нет, действительно, в три раза быстрее бы умирали, потому что у тотемов... Так, 25 резиста. А у меня получается 78. Ну и в третьей фазе... Да, вот это вот случилось сразу же. То есть, его клон сразу сделал лазер. Он решил в это время сделать портал. И Зану просто снесло этим лазером мгновенно. Это было достаточно весело и... Странно в плане неудачного рандома. Но, к счастью, Зану успел вернуться к тому моменту, когда она понадобится в следующий раз. Но... Почему такое может случиться? Почему он может сделать свой портал, когда клон уже начал делать лазер? И да, здесь я каким-то образом, опять же, выжил. В этих шариках. Потому что я убежал в правый угол, чтобы вортексы его раскрыть. Потому что уворачиваться от вортексов пока я в Бублизаны... Это можно, конечно, но... Учитывая, насколько здесь... Кривовато, в принципе, управление в игре. И перспектива, камера и все остальное. И насколько непонятно, где этот Бублизаны кончается. Все-таки пытаться уворачиваться внутри Бублизаны от этих вортекс-шариков не самая лучшая идея. Так что лучше по возможности выбежать и раскрыть их до этого. Причем лучше это сделать где-то, где они не будут мешать. Типа вот так. Ну, если шейперовская атака уже началась, то проблемы. Ну и портал опять. Мне в этом бою везет с порталами. Из них лезут постоянно всякие пауки, милишники Коломовские и прочие милишные враги. Так что они не убивают Зану. Во втором бою мне немножко меньше везло с порталами. Но все равно Зану все пережила. И, в принципе, если бы мне не лень было поменять скорость атаки или еще что-нибудь на Кулинг Страйк... Блин, как-то я бы его уже убил. Но мне лень. Ну и сейчас как-то некогда, учитывая, что по мне два шейпера стреляют постоянно. Так что бой немножко затягивается. Особенно учитывая, что он опять начинает эту фазу. Сейчас, наверное, было бы самым удачным моментом, чтобы открыть инвентарь и поменять один камень. Но учитывая, что у него и так жизни там на пару ударов, не критично. И он дропнул фаску. И он дропнул еще Джейд Хатчет. Это просто какой-то очень низкоуровневый топор, который, по-моему, дает скорость передвижения. Я даже подбирать не буду. Ну и бутылка шейперская. Это второй по ценности шейперский предмет. Дает плюс 30% ФАУЕ и плюс 2 праджекти во время своего эффекта. И так же там от минус 10 до плюс 10% зарядов. Но, да, довольно-таки повезло. И остальной шмот трэш в основном. Ну и второй бой. Да, после ДНД можно писать Мисагу, которая будет отображаться всем. Всем, кто вам пишет. Не уверен, зачем это нужно, но все-таки. Второй бой начался... Удачно. Скажем так. Примерно, ну, менее удачно, чем первый. Потому что первый начался с вылета. Второй начался со смерти от лага. Что немножко хуже. И это одна из причин, по которым я не играю на хардкоре. Не единственная и не основная. Но все-таки... Как бы мне не нравится вот так вот просто умереть от рандомного лага. И обычно такие всякие лаги происходят, когда я там захожу на первую карту, которую я открыл после открытия игры. В данном случае этот шейпер был сразу же после предыдущего, по сути. То есть там был какой-то перерыв минут в пять. Когда я там покупал кусочки химеры и прочую подобную хрень. Но все равно. Лаги, фризы и смерти от этого. Как-то так. Ну, с остальными боссами вроде бы тоже никаких проблем не должно быть. Во втором бою. Ну, кроме той проблемы, что я не могу нормально чарджиться. Каум легкий, естественно, всегда. Всегда и везде. И у меня здесь еще будет... Брутус и еще кто-то. Я уже не помню, кто он. А, паучих какая-то. Это вообще, я не знаю, зачем этот босс на шее пересуществует. Кроме как, чтобы потратить минуту вашего времени. Потому что это говно не вылезает минуту. И потом еще и сваливает в середине боя. Ну так, это довольно легкий и непроблемный босс. Ну, хотя, кстати... Нет, может быть, и не довольно легкий. Потому что урона здесь довольно много, учитывая фликер пауков. И учитывая эфирные кинжалы самого. Самого босса. Который довольно больно дамажит. Но недостаточно больно. Ну, или, возможно, у меня хаос резиста много. Потому что они вроде как хаосом должны дамажить. Ну, частично хаосом, частично физикой. А физика не чувствуется даже через Абисус. Хаос тоже как-то не особенно чувствуется. У меня вроде бы чуть-чуть хаос резиста есть, но немного. Ну и весь шмот. Хрень. Эти сапоги... Ну, почти более-менее. Но все равно хрень. Четвертый босс Брутус. Это я помню. Помню это в основном, потому что он вот так вот умеет. Просто шипы сразу, без какой-либо анимации, без чего-либо. Просто я захожу, и подо мной шипы. Отлично. Но, к счастью, они не дамаговые. Сам Шейпер этот прошел немножко менее удачный, чем первый. Хотя и не было такого безумия, когда клон Шейпера снес лазером Зану. Ну, сейчас посмотрим. Первая фаза. Естественно, достаточно легко. Если я стою близко к нему, то он в основном просто бьет милишной атакой. Если я стою далеко от него, он начинает стрелять желтыми шарами, которые опасны. Ну и портал. В данном случае с порталом тоже все легко. Лезут комомовские милишники. Они иногда попадают в Зану, потому что у них есть всякие там граунд слаймы и прочие дальнобойные атаки. Но, по большей части, это не проблема. Но вот, когда он в следующий раз, возможно, портал откроет, или во второй фазе, когда он портал откроет, там будет немножко больше проблем. По-моему, желтые шары меня все еще ваншотят. Я как-то не хочу проверять. Хотя, если у его клона и у него одинаковый урон, то нет, потому что клон по мне попадал. Ну, это позже немножко будет. В общем, клон меня не ваншотит ими, вроде бы. Фаза сменилась. Это было видно, потому что вортекс исчез. Ну, с первой фазы, естественно, никогда проблем нет. И это худший пока что вариант этой локации, которую я видел. Во-первых, оно очень узкое. Во-вторых, оно очень безмобовое. То есть монстров здесь довольно мало. Точнее, они очень сильно разделены. Одни на одной половине реки, другие на другой. Плюс какие-то, наверное, на островках вот этих вот, на которые можно варпаться внизу. То есть в итоге я дошел с неполностью заряженными вальнями скилами до конца. И в-третьих, деревья очень мешают. И деревья очень мешают, в том числе и на боссе. Но сейчас вы это увидите, когда я до него дойду. Пока что я стараюсь хотя бы вальский хейст набрать полностью. Ну и один заряд вальтник трапа, но один заряд вальтник трапа у меня уже есть. Он набирается быстрее, чем хейст. Ну в идеале, конечно, хотелось бы три заряда вальтник трапа плюс хейст. Но хотелось бы, не значит, что получится. Да, я туда не могу ставить тотем на другой берег почему-то. И по сути, река закончилась, это значит, что я дошел до босса. Так что я сходил немножко вниз, убил еще пару мобов, чтобы побольше зарядов получить для ваших килов. И да, деревья здесь мешают видеть, что происходит. Очень сильно мешают видеть, что происходит. Почему вокруг босса деревья вообще существуют? Хрен его знает. Ну, видимо, кто-то в джиджи посчитал, что это хорошая идея. Босс, у которого такие вот долгие анимации замаха и ваншоты после них. И ставить такого босса в лес, из-за которого не видно его анимаций. Ну, это делает этот бой немножко интереснее, как минимум. Да. Ну, не думаю, что лучше. К тому же деревья еще и мешают. Ну, это почти в любом его варианте. Он любит тусоваться рядом со стенами, так что... Не всегда есть возможность поставить тотем от него с правильной стороны, где нет вортексов в данный момент. Но все равно он довольно быстро умирает. И вторая фаза. Лазер это самое халявное, что он может сделать. Он при этом лазере стоит 40 минут и ничего не делает другого. Его можно избивать спокойно и увернуться от лазера очень легко. В данном случае этот буллет-хелл там появился шарик вортекса, но он не стал за мной лететь. Почему-то, наверное, потому что это логично, что он не летит ко мне. И да, вот эта вот фаза с менюнами немножко хуже, потому что дисчарджеры, которые сразу же, как спавница, фликают на Зану и дамажат ее. То есть я даже тотемами... У меня три тотема, которые очень быстро и очень массово все там атакуют и таунтят врагов. И все равно Зану потеряла треть жизни. А что с этой фазой, если там дисчарджеры делать, когда у меня не тотемы, а что-нибудь... Менее имбовая, я просто понятия не имею. Опять буллет-хелл. Эта фаза меня больше всего бесит во всем этом бою. Если бы ее не было, бой был бы в разы лучше. Потому что в ней слишком много всего может пойти не так. Вот эти вот вортекс-шарики. Там второй шейпер может фаншотнуть Зану лазером, если это третья фаза боя. Сам шейпер после того, как эта фаза завершается, тоже начинает какой-нибудь лазер запускать, пока его буллет-хелл еще летит. И иногда единственное, куда можно убежать от этого буллет-хелла, это... От этого лазера, этого буллет-хелла, плюс у шариков буллет-хелла хитбоксы кривые. В общем, все проблемы этого боя связаны с этой одной фазой. Ну, почти все, может быть. Еще один портал, снова дисчарджеры, и Зана очень быстро умирает от них. Потому что, опять же, они спавнятся, сразу фликают на Зану, сразу дисчарджат, потому что там еще парочка умерла, пока они фликали. Но, к счастью, Зана достаточно живуча для того, чтобы пережить это в этом билде. Она, по-моему, недостаточно живуча в принципе, потому что, как бы, она очень быстро умирает. Но пока что с этим билдом можно всех убивать до того, как они убьют ее. И конец этой фазы. Ну, это намного лучше, чем лес. Хоть я и пошел сначала не в ту сторону. И да, там слева сверху видно арену Пайти. На карте. Ну, было видно, как у меня карта была открыта полностью. Ну, в принципе, бой с Шейпером мне очень нравится. Кроме этой вот одной фазы, с которой все проблемы связаны. Ну, по крайней мере, он мне нравится на этом билде. Еще посмотрим, что будет, когда я его буду убивать каким-нибудь там взрывострелом или еще чем-то. Я подозреваю, что это будет сильно сложнее, потому что все-таки тотемы... Немножко читерские в плане своего урона. Такого ДПСа добиться на чем-либо другом проблематично. Ну, если это не какой-нибудь там Блэйд Вортекс с Винклером. Хотя даже на нем меньше ДПС, по-моему. Ну, что поделать. То есть, как бы, нет. Есть билды, конечно, у которых хватает ДПСа, чтобы там Шейпера за несколько секунд убивать. Но проблема в том, что эти билды все равно его убивают за несколько секунд. А у более нормальных билдов, которые там способны без проблем фармить Т-15, но не сильно более эффективны, чем это, у них против Шейпера и Т-16 нет практически вообще шансов. То есть, я на том же взрывостреле. На Т-15 боссы умирают за одну детонацию, по сути. Там какой-нибудь Малакай на Куаре. Просто пять стрел в него, и фаза кончается. Т-16 боссы убиваются минут по пять каждый. Потому что на них нужно там не одну детонацию, а сто. А то и больше. Сильно больше, если это Феникс. А что с Шейпером там будет, я вообще понятия не имею, так что я, пожалуй, сначала сделаю себе лук получше, перед тем, как пытаться с Шейпером что-то делать. Ну и эта фигня готова. И теперь самая проблемная, это третья фаза самого Шейфера, естественно. Клон его, мне кажется, достаточно интересной такой идеей, когда он, опять же, не убивает Зану. Потому что он... Делает все намного интереснее именно из-за того, что большая часть Атак Шейпера, а не именно такие зонищие. То есть этот лазер, он, по сути, не позволяет мне идти в какую-то часть арены. Шарики очередью тоже. И поэтому все получается достаточно весело. И вот он, опять же, он мог бы убить Зану сейчас, если бы я стоял в неправильном месте. В том бою это, конечно, получилось у него, потому что он решил это сделать, как только я пришел на арену, по сути. То есть он сразу выстрелил по центру, там Зану все еще... Ну, она всегда в центре стоит. Но там я все еще стоял. И все, веселье. Если он это начинает делать не в самом... Не при самом своем появлении, то с этим немножко проще все, потому что есть время, чтобы отойти от Заны там, или еще что-нибудь подобное сделать. Я почти умер от этого слэма. Вовремя остановился в конце. Что мне немножко не нравится в этом клоне, тот факт, что он появляется и исчезает довольно внезапно. То есть если бы был какой-то визуальный или лучше звуковой, ну, лучше звуковой и визуальный эффект, более заметный. То есть да, он появляется с таким вот этим звуком, но, блин, сам Шейпер атакует, телепортируется и все что угодно делается с таким же звуком практически. Так что это недостаточно заметно. Если бы он там что-то говорил или что-то подобное делал, было бы, по-моему, лучше. Ну и фаза с миньонами, естественно, для тотемов это... Она, наверное, халявнее, чем для других билдов. Неудачно в лазере постоял, конечно, но в Джо, как ни странно. Видимо, лазер тоже дамажит льдом, потому что я, по-моему, раньше намного хуже в нем выживал. Без аурен резист. Шейпер почти мертв, но он, блин, решает включать всякие разные наркоманские фазы опять. Опять же, мне стоило... Во-первых, да, убить этот вортекс в каком-нибудь более удачном месте, мне стоило, во-вторых, кулинг страйк поставить. И в-третьих, да, вот сейчас я умер из-за того, что я просто не видел, не слышал, не знал, что этот клон Шейпер там заспаунился. Его было видно на экране, да, я знаю, но в бою я этого не заметил, потому что он слишком незаметно спавнится. И просто ко мне внезапно прилетели эти шарики. Первый меня не убил, но застанил. И застанил он меня достаточно надолго, чтобы второй меня убил. А здесь просто неудачный выбор направления у ворота. То есть, если бы я уворачивался вниз, или даже вверх, по-моему, я бы выжил. Я все еще не знаю, почему я при первой смерти не переставил кулинг страйк. Потому что это бы решило все мои проблемы. Но это и так решило все мои проблемы. И он дропнул опять сапоги. И ничего хорошего, кроме этого. Ну, в общем, да, Шейпера я теперь более-менее могу фармить. Проблема фарма Шейпера, правда, заключается в том, что у меня нет... Ну, у меня есть фрагменты, но у меня нет достаточного количества этих фрагментов и карт, с которых они падают. Химера как-то очень редко падает и карты, и сам фрагмент еще реже падает, потому что Химеру еще и убить важнее, чем всех остальных. Ну да ладно, в общем, я переключился на лайв-комментирование. И давайте я покажу, что я поменял в персонаже. Я сделал его в Нон Крит-версию. То есть я дропнул амулет, который у меня был. Где-то он у меня все еще валяется. Да. Реквальд Скерс. Я его выкинул. Теперь мои фейсбрейтеры не могут критовать, потому что у них базовый крит-шанс 0. Этот амулет добавил им 7 базовый крит-шанс. И с этого они уже могли скейлиться. Теперь они не могут критовать. Так что я дропнул еще и все вот эти вот поинты на крит. Взял вместо этого резолют. Дропнул поинты на крит тотемов здесь. И, по-моему, все. И взял вместо этого побольше жизни. Этот кластер. И также я взял вот этот вот один поинт на 8% резистов всех тотемов. По-моему, он необязателен был. То есть я могу его дропнуть. И у меня все еще останется на шейпере 78% у всего. Потому что базовый резист тотемов 25. Здесь еще 5. То есть это 30 получается. А здесь еще 8. 38. И моя аура дает им еще 39. 38 и 39 это получается достаточно. 77 как раз и получается, по-моему. Или нет. Да, 77 получается. А нужно 78. Учитывая, что здесь 3 максимального. Но хрен с ним. 1% не такая уж большая разница. Или можно джаву куда-нибудь сунуть на процентный... Ну, на элементальный резист тотемов. Но, тем не менее. Тотемы с этим намного лучше выживают. Поинты, опять же, которые я дропнул, я потратил на то, чтобы взять там урон тотемов здесь. Жизнь здесь. Жизнь здесь. Этот один. И амулет я взял такой в данный момент. Он довольно трэшевый. На нем мало жизни. На нем... Есть немножко хаос резиста. Видимо, вот это вот мне там помогало, когда... Когда-то. Когда меня что-то... Хаос дамаг... А, этот паук, когда меня дамажил хаос дамагом. Потому что с этим амулетом у меня... Ну, получается минус 20. Или сколько? Минус сколько-то. По-моему, минус 20 хаос резиста. Вместо минус... А, нет, минус 75 же должно быть. В общем, получается больше резиста. Этого достаточно. Или минус 60 все-таки должно быть. Не важно. В общем, здесь Т2 ролл урона. И база амулета на лайф резист. Я понятия не имею, какую базу амулета мне взять. То есть, как бы, силы декса и прочее мне не нужно. Сила, конечно, даст больше жизни. И это помогает. Но, кроме этого... Манна реген не нужен. Лайф реген, ну, немножко помогает. Но все-таки. Кроме этого... Не знаю. Золотой амулет, чтобы больше дропа разве что. Ну, и получается у меня... Ну, почти 500 регена. Довольно неплохо, в принципе. И нормальные резисты. Естественно, я мог бы взять амулет с резистами. Но я взял то, что у меня есть. То есть, это лучший амулет, который у меня есть для физдамага. И он имеет немножко жизни при этом. Так что посмотрим еще. Я, скорее всего, поменяю, если я буду еще играть этим бюлдом. Я поменяю этот амулет. Урон мой, в принципе, упал немножко. Сконка эффекта у меня теперь 130 тысяч вместо 150. Плюс нет яда, так что он еще немножко сильнее упал. Плюс часть этого урона элементальная, так что он еще немножко сильнее упал. Но в целом на шейпера хватает. А если на шейпера хватает, то как бы больше не надо. Потому что ничего толще шейпера я в игре точно не встречу. Ну да ладно. Ну и что касается камней. Ancestor Warchief. Конка эффект. Упс, я не хотел снимать броню. Мели физикл дэмэдж, естественно. Фастер атакс, естественно. И я вставил Аддет файр и Ляс Дюрейшн. Я думал вставить вместо Ляс Дюрейшн что-нибудь еще. Например, там мели дэмэдж он фул лайф, или яд, или Аддет хаос, или еще какую-нибудь подобную хрень. Но в итоге я пришел к такой мысли, что Ляс Дюрейшн лучше всего помогает. Потому что он фул лайф. Да, конечно, цифра ДПС у меня становится лучше. 168 тысяч. То есть даже больше, чем было в крит-варианте. Но я не так уж часто имею полную жизнь. То есть это бонус, который будет работать там половину времени. Какой-нибудь... Что еще я могу вставить? Поизон не очень хорошо скейлится, потому что у меня физического урона... Ну, половина. Чуть больше половины от моего суммарного урона. Так что, в принципе, поизон нормально бы зашел. Да, может быть. Но все-таки он бы только от половины урона давал прибавку. В то время как Ляс Дюрейшн увеличивает весь мой урон на 16% в данном случае. Тотемы немножко меньше живут от этого. Они живут всего лишь 10 секунд вместо 18. Но во всех сложных боях они живут меньше, потому что их убивают. То есть тот же Шейпер, он убивает их намного быстрее, чем за 10 секунд. А во всех остальных местах им не нужно стоять больше 10 секунд, потому что они все убивают за это время. То есть на всяких там Т15 картах боссы не живут 10 секунд. На Т16 картах и на Шейпере мои тотемы не живут 10 секунд, потому что их убивают быстрее. Так что длительность вообще никакой роли не играет. Единственное, где длительность играет роль, это всякие миски Элриона, когда нужно защищать тотем. То есть там я раньше мог там расставить три своих тотема и раз в 18 секунд их переставлять. Теперь мне нужно раз в 10 секунд их переставлять. Или просто вынуть камень, что тоже вполне работает. У меня при этом есть 20-20 камень, и он дает больше ДПС, естественно. Немножко. Но он сильнее режет длительность, потому что качество еще сильнее режет длительность. Так что в принципе качество не нужно. Так что я думаю, я докачаю этот камень до 19-20, до скольких получится. И не буду на нем качество повышать. Потому что от качества только длительность еще сильнее урезается. Ну и в общем-то как-то так. На обычных картах я использую инкристалл Е. С ним ДПС 85 тысяч. На боссах я использую конк эффект и с ним ДПС 131 тысяча. И этого вполне хватает на то, чтобы убивать шейпера опять же. Ну и в принципе это практически все, что касается этого персонажа и билда. Я купил себе вот такой вот лук для взрывострела. Я его купил другим. Я его просто такой, в смысле шестеринковый фикет боу. Я пытаюсь на нем заролить плюс 3 к камням. Пока что не очень хорошо получается. Ролю я его эссенсами оф дред. Следующего тира, который плюс 2 уровня дают, а не плюс 1. И эссенсами оф рейдж, опять же, следующего тира. Но в данный момент у меня ни того, ни другого нет. То есть мне в принципе все равно плюс 2 к лукам там. Или плюс 2 к огненным камням. Взрывная стрела и тем и другим является. Все остальные камни, которые у меня туда вставлены, ни тем, ни другим по сути не являются. Кроме Fire Penetration, который считается огненным. Так что, наверное, к огненным камням бонус будет эффективнее. Но это не критично. И я пытаюсь, чтобы там зароллился еще и плюс 1 ко всем камням. И тогда это будет совершенно читерский лук. В принципе, в таком варианте он уже должен быть намного лучше, чем мой Q-Rain. Проблема в том, что мне в нем нужно 3 красных сокета и 1 синий. И в луке, который требует 179 декса, этого добиться проблематично. Хроматик я все свои уже потратил. Могу еще 2 раза его заролить. У... У... Как его зовут? Варичи. Может, я его ролю вот так. Но, да. О, я еще даже раз. Нет, не могу. Оно подсвечивало, что я могу, но на самом деле я не могу. В общем, это еще тоже проблема. Сокет покрасить. Но как только я покрашу сокеты, я беру его в руки. И просто как только я нахожу Essence of Dread еще там до того, что у меня становится 6 тира. То есть... Шрикинг. Да. Of Dread или Шрикинг of Rage. Я их туда буду засовывать. Единственное плохое, что от этого может случиться, это к нему может прибавиться огненный урон. Тогда я его просто перестаю на какое-то время использовать и переключаюсь обратно на Quill Rain. Если на нем не ролится огненный урон, то все хорошо. Если на нем ролится плюс 3, то все вообще шикарно. Если, опять же, на нем вместе с этим плюс 3 огненный урон не ролится. Потому что в таком случае он нафиг никому не нужен. Что печально. Ну, огненный урон там, потому что эквилибриум. Но это об этом подробнее, когда будет видео по тому билду. Пока что по этому билду в принципе все. У меня ничего больше не поменялось в эквипе. У меня ничего больше не поменялось во всяких там бутылках и прочем. У меня ничего больше нигде не поменялось. В скилл 3 я уже все показал, что у меня поменялось. И в линках здесь. Единственное, я еще могу дропнуть вот эти вот, наверное, 4 поинта. Эти два и эти два. Потому что брал я их в основном ради меткости и ловкости, которая тоже давала меткость. Они дают еще немножко всяких полезных вещей. Типа скорости атаки и скорости передвижения. Но я вполне могу их дропнуть и взять что-то более полезное вместо них. И в принципе, я, наверное, сейчас это и сделаю. Если мне хватает... Нет, мне не хватает декса. То есть я вру и я не могу их дропнуть. Видимо, мне стоит брать амулет на дексу. Ну-ка, если я сниму амулет, мне еще и интеллекта не будет хватать. Да, видимо, я беру амулет на дексу и интеллект и дропаю хотя бы один из них. И беру вместо этого там побольше жизни. Или же там милишный урон. 12% здесь, 12% здесь. Как вариант. Больше вроде бы ничего такого полезного поблизости нет. Да. Ну, а что поделать. Ну, в общем, да. Что я до этого говорил. Я думаю, вместо Пьюрити оф Айс на большую часть карт брать с собой Пьюрити оф Элемент, которая ко всем дает резист, но меньше. Она там дает 30, по-моему, процентов на максимальном уровне. Или около того. Но этого будет хватать, чтобы мои тотемы не умирали на всяких там элементальных боссах на, не знаю, на Т-13, Т-14 картах. И это не будет привязано к одному элементу. Потому что сейчас, если я хочу брать Пьюрити каждого конкретного элемента на каждого конкретного босса, мне придется каждый раз перекрашивать перчатки или что-нибудь еще. У меня и так с этим проблема, потому что мне пришлось вынуть Лес Дюрейшн из Лайкинг Варпа. Так что он медленно от этого стал. Но все же. Ладно. В принципе, на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok